Yokohama, your tire Luka de Montezemolo Вот там, собственно говоря, на его исторической родине И единственная премия четвертой категории И вот как только со старта снялись, так сразу и понеслись в атаке И проехать всего ничего, проехали, а уже довольно приличное преимущество двух оторвавшихся гонцов Ну дальше вы видите, дальше тоже не совсем ровно Но по крайней мере без эксцессов, вроде финиша и второй категории имеется в виду с точки зрения спринтера Поэтому сегодняшний этап в общем и целом отдают, конечно же, специалистам спринта И ожидают некоего перемирия между командами, которые претендуют на лавру в генеральной классификации Но мы прекрасно знаем, что от жира есть жира И что там, возможно, сайки разнообразные сюрпризы Иногда парадоксальные атаки Нам показывают пока те гонщиков, которые засвечивались в первые недели От чего-то такой уж совсем пасмурный Иван Басо Всегда слегка ироничный белый клоун Обладатель первого номера Микеле Скарпуни Завтра будет грана баталии А сегодня посмотрим, что будет Но, по крайней мере, надеемся, что не скучно будет Надеемся мы Работающий для вас режиссер Алексей Неумоин И комментаторы Ренат Комедулин и Сергей Комедулин Добрый день, дорогие друзья Ну, с неиссякаемой энергией, как и гонщики Впрочем, приступаем мы к очередному репортажу Очередного этапа «Джири де Италия» Потому что на самом-то деле энергия вот эта начинает у многих потихонечку иссякать Потому что вы посмотрите Насколько уставшие лица у гонщиков У некоторых гонщиков, которые выходят сейчас вот на эту церемонию Традиционную церемонию, где они оставляют свои подписи в стартовом листе И натянутая улыбочка говорит о том, что в принципе вот уже сейчас К тринадцатому этапу прилично поднакатались Старт сегодняшнего этапа И вы видите, сейчас не торопясь отправляются на эту, казалось бы, юниорскую дистанцию Да, действительно, 120 километров Это тот километраж, который стандартно катаются юниоры Но в этот раз это один из этапов «Джири де Италия» И не самый легкий, кстати говоря Несмотря на то, что, в общем-то, достаточно короткий Итак, друзья, в эфире канала «Евроспорт Россия» Тринадцатый этап «Джири де Италия» 110 километров остается до финишной черты А это значит всего лишь навсего 11 пройдено Но вот за эти 11 километров было уже несколько атак предпринято Соответственно, в самом начале этапа снялись буквально как выпущенные из России И действительно, вот без разминочки Учитывая то, что в подъем начинается сегодняшний этап Фаили и Кайзер оказались самыми активными вот в этом обмене атаками В попытках уехать в отрыв на этом достаточно коротком, как мы уже говорили, этапе И так впереди 110 километров дистанции И уже сейчас, на данный момент, после пройденных всего лишь навсего 10 километров Преимущество отрыва так сформировалось немножечко И я думаю, что вот эти вот три минуты, которые набрали за 10 все-таки километров Говорят о том, что группа, группа все-таки решила отправиться более-менее спокойно в путь дорогу Хотя нельзя сказать вот по этой картинке, которую мы сейчас видим, что все так спокойно Вытянулась струна Скорость на самом деле не очень высокая, но тем не менее, вот все вкатываются сейчас в гоночку потихонечку Кстати говоря, вот об этом вкатывании мы часто говорили С каждым днем часто вот труднее и труднее многим гонщикам именно начинать этап Потому что мышцы все-таки залиты отчасти молочной кислотой Несмотря на то, что хороший массаж гонщики получают каждый вечер Но тем не менее, вот этот вот разминочный процесс Первые 10, 15, 20 километров, как говорят многие гонщики Чем позже по многодневке, тем дальше этапы, то тем больше километров требуется на то, чтобы размяться, на то, чтобы раскатиться То есть если на первые дни вроде бы тебе 10-15 километров достаточно для того, чтобы войти в гоночный ритм То потом ко второй неделе, к третьей иногда требуется по 40-50 километров То есть час-полтора гонки, чтобы все-таки уже как-то вработаться, чтобы ноги размялись и прийти в нормальное самочувствие Ну вот отрыв Вот потому те, которые сегодня выпрыгнули Они, кстати говоря, действительно люди, которые, судя по всему, держат свои двигатели под парами все время Потому что мы, во-первых, не в первый раз видим, как они отъезжают И в целом это люди, которые реагируют на любую ситуацию, которая спадает силу их пользу В первую очередь, конечно же, Фаили Фаили у нас теперь заработал... А, стоп! Опять, опять вот эти разночтения Нет, это был Фавилли, Эли и Фавилли Вот он прыгучий самый А его однокомандник Франческо, Фаили Может быть, тоже и прыгает, но, по крайней мере, пока еще не показывал это Мы этого не видим И вот в прошлой команде показал на том роковом в обдонах Комендарь, чтобы его шанс выиграть, по крайней мере, на финальном этапе в Дании Ну, а что касается Фаили, то, в принципе, он, да, изначально был заряжен Ну, каищенит он на отрывы И уже покатался в них, хотя не в таком объеме, как его напарник Кайзер Кайзер Надо вот посмотреть, как он по накату Есть специальная номинация Номинация самого упрямого Отъезжающего на нынешний Джира И она идет сразу же за основными Ну, и вот премио Делла Куга Который пока первенствует его сосед географический Оливьер Кайзер После вчерашнего длинного отъезда Который, опять же, никаких особых лавров ему не принес И в результате он завис между небом и землей Но выиграл товарищ по команде, поэтому все хорошо В общем, 557 очков наката у Кайзера А у Кайзера немногим меньше, кстати говоря Потому что здесь ситуация сразу же мы можем считать На этом этапе, скорее всего, изменится в его сторону Потому что 557 километров и очков против 513 у Мартина Кайзера На третьей позиции Мингес из Эускатель Далее Ритов Оленстайн Но это Мингес ездил поздно в отрыве Ритов, как ты сказал, в тайм-ау в последнее время Так что, естественно, здесь какие-то есть свои задумки Есть свои амбиции отдельно взятые Но обратите внимание, что Бигмат Вдохновленный хорошим самочувствием своего капитана Начал ездить впереди И кто-то скажет, что, может быть, они имеют в виду Развить его успех И перенести его с третьего места на какое-то еще более высокое Потому что все, в принципе, кто в тройке идет Всегда мечтают о примерке майки Так же, как и команда Особенно, если изначально в список Приоритетов для команды эта майка не входит А это действительно так Если Бигмат примерит майку Денек поддержит ее И отчитается То, соответственно, так вот Мы видим, как могучий Айзер Для велосипедиста все-таки Согласитесь Которому приходится преодолевать Какие горы Имеет такую мускулатуру Кстати говоря, склопотать можно и штрафчик Вот за такие дела Потому что, на самом деле, я понимаю Шоу с переодеванием Хотя не так свежо на улице, на самом деле Потому что, по данным, 17 градусов сейчас На данный момент В этой зоне, где идет гонка Но вот он решил еще немножко облегчиться И сейчас вы видите Снимает специальное белье, которое одевается Которое позволяет дышать И в то же время хорошо выводит И вот, ну Вот решил облегчиться Без каски, на самом деле, в гонке Путешествовать нельзя Да, уж не слуговато, да На самом деле Если бы он сразу за ее Ну, дисквалификации тотальной, конечно же, не будет Но Берни придется заплатить определенные деньги Ему и его команде За вот как раз это шоу Вовсе не за то, что он шокировал Там спорадических зрителей Которых, естественно, на этом участке очень мало И которые привыкли видеть и не такое Естественно, в рамках гонки Всякого рода паузы Но, кстати, вот обратим внимание на то Что лямки у его велотрусов Какие-то прям вот совсем ниточки И как-то это, честно говоря, не очень эргономично Что-то вот пошив какой-то Нет, ну, с одной стороны, понятно Что чем больше площадь вот этой лямки Тем, соответственно, больше это все парит, натирает И там появляются и кожные реакции И что-то так и не бывает Но, вот, например, на мой вкус Мне, если вот что-то вот такое, как веревка Это просто не выносимо Обратите внимание, опять-таки, что датчики Вот пульсометры у него, датчик получились с грудью Жесткая часть уменьшилась уже До минимума Она в середине груди только находится А все остальное достаточно гибкое И тоже, вот, соответственно, вот эти вот Ощущения дискомфорта Которые очень резко проявляются Когда жарко Когда очень большой километраж Они стараются, естественно, производить не всего, что есть В велоспорте То есть шлемов, одежды, велосипедные формы Буфель Из-за чего, собственно, от натуральных материалов практически полностью ушли Потому что они точно плохо работают И в жару могут тоже быть некомфортными В общем, все, действительно, направлено на эргономику На идеальные условия работы Ну, несравнимо, конечно же Вот этот датчик пульсометра с тем, что было раньше Например, вот я вспоминаю Много хороших разных производителей выпускали И, в принципе, многие из них сейчас остались на вершине, собственно говоря, этого рынка Потому что вот Polar Polar, конечно, вне конкуренции Мне так кажется, на данный момент Хотя сейчас много добавилось и других производителей И Garmin делает, и Cotei давно выпускает Но они из того, что стоят более таких солидных денег Все-таки вот Garmin и, соответственно, Polar Это вот две конторы, которые имеют все-таки некий пункт в этой борьбе Все остальные стараются за счет цен отыгрывать Потому что они ощутимо дешевле делают свою продукцию Но и проблемки там тоже появляются Ну, вот действительно, да У Polar, в принципе, вот этот датчик, он наиболее удобный А все начиналось, конечно же, с других немножечко размеров Но вот сейчас все максимально, конечно, маленькое И самое главное все-таки в датчике, чтобы он снимал показания Во-первых, максимально точно И плюс к этому не мешался А вот это исполнить могут не многие Наводки, это очень большая проблема С которой они за счет специального алгоритма шифрования За счет уникального, фактически, изготовления каждого датчика Они за счет этого, получается, не получают наводок И со стороны помех общих И со стороны помех приборов коллег Особенно конкурирующих Пульс соседа не смотришь Субтитры сделал DimaTorzok Since now, the perfect line is a curve Since now, there is infinity What if a TV could be more than a TV? What if it could grant your wishes? What if it could let you look into the future?